Регламентированное хулиганство. В Самаре во второй раз прошли калятки на Ленинградке. Ошествие от улицы Куйбышева до Галактионовской, посвященное праздничным святкам, которые традиционно проходят от Рождества до Крещения. В особенностях славянских народных забав разбирался Кирилл Козин. Пришла каляда, отворяй ворота. О народных забавах, порой недоступных городскому жителю, громко и со вкусом рассказывают самарские творческие и фольклорные коллективы. Как умеют. Песней, танцем и представлениями. Пускай для современного человека это и может выглядеть странно, такие народные забавы имеют глубокий смысл, многовековую историю и серьезное психотерапевтическое значение. В прошлом году эта идея пришла к нашим руководителям, и мы решили попробовать. А в этом году народ гораздо больше, и творческих коллективов приехало гораздо больше, даже из других городов. Костяк шествия как раз представители народных коллективов и ансамблей. Однако участниками волей-неволей становятся и жители округи, и работники магазинов, и просто прохожие. Это только мой первый раз, который я это люблю. Какая-нибудь интересная. Главный герой колядок и по совместительству самые узнаваемые персонажи праздника – ряженые. Люди в костюмах и масках животных, злых духов и прочих интересных личностей. Народ рядился кто во что гораздо. То есть кто-то просто мазал лицо сажей, надевали какие-то лохмочи, или наоборот надевались, если это барыню кто-то изображал, то наряжались нарядно, красиво. Чем страшнее и абсурднее костюм, тем даже лучше. Для дела. Ряженые обходят все дома и доходные заведения в округе за подарками. Отказывать им нельзя, иначе разозлишь злых духов. Такой вот русский народный рэкет. Заслужить расположение злых духов просто. Сладости, фрукты, ну или, наконец, звонкая монета. Зато если все-таки смог их сдобрить, тебе да и твоему заведению безопасность обеспечена на долгое время. Как минимум до следующих колядок. Не порицались и чуть более серьезные хулиганства. На колядке могли и печную трубу заткнуть, и разобрать поленицу дров. И залить водой ворота, чтобы потом не открылись. И это лишь самые невинные выходки. Это регламентированное хулиганство. Именно в этот период времени это разрешалось делать. И взрослые, и все-все-все вокруг понимали, для чего и зачем это делается. Потому что потом крещение, все шли в проробь, купались. По сути, колядки – это эмоциональная разрядка. Время, когда можно побыть не самим собой. Правда, все-таки в рамках общечеловеческих правил. Такая массовая и веселая народная разрядка в Самаре прошла уже во второй раз. Только от фольклорных коллективов города участие приняли более ста человек. А сколько самарцев присоединились по ходу шествия, и подсчитать невозможно. Ни одно общественное заведение не пострадало. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова